Одно из самых первых танковых сражений во время Великой Отечественной войны произошло практически сразу после вторжения нацистов на территорию Советского Союза. 22 июня 1941 года в Литве у города Литуса 7 и 20 немецкие танковые дивизии столкнулись с Советской 5-й танковой дивизией 11-й армией Северо-Западного фронта, которой командовал полковник Федоров Федор Федорович. Подавив авиации, артиллерии и советскую оборону, немцам удалось прорваться к Неману, где они разбили передовые советские части и, захватив мосты через реку, которую не успели уничтожить саперы, переправились на восточный берег. Но тут в бой вступили основные части 5-й танковой дивизии. Хоть немецкие силы в два раза и превосходили советские по численности, у немцев было 500 танков против 268 советских, но дивизии Федорова удалось отбросить фашистов к Литусу. Не зря 5-я танковая дивизия считалась лучшей в РККА по итогам 1940 года. На улицах города, в его скверах и парках разыгрались ожесточенные танковые поединки. Продвижение противника на восток было остановлено ожесточенными атаками советских подразделений. Бой возле Литуса продолжился до позднего вечера. В этом бою советские части потеряли почти половину своих машин. К тому же немцы прорвались на других участках фронта и перерезали коммуникации. Поэтому 5-я танковая дивизия, оставшись практически без боеприпасов, утром следующего дня начала отступление. Однако сделать это было не так-то и просто. Противник наседал, и чтобы остатком дивизии уйти от верной гибели, кто-то должен был остаться и прикрыть ее отход. Исполнить эту миссию вызвались танкисты танка БТ-7, которым командовал сержант Найден Григорий Николаевич. Однополчане сгрузили в этот танк боеприпасы, оставшиеся после боя, и, простившись с экипажем, выдвинулись в сторону города Вильна. Шансов остаться в живых у танкистов найдено было категорически мало. В ожидании противника танкисты замаскировали свой танк возле шоссейной дороги у местечка Рудишкес, в 20 километрах юго-западнее Вильна, и стали ждать врага. На Вильнюс наступала свежими силами 19-я танковая дивизия. В отличие от 20-й, которая восстанавливалась после битвы за Литуз, 19-я еще не участвовала в сражениях. Будучи убежденными, что боеспособных советских частей впереди них до самого города уже не осталось, немцы двигались без головного охранения. Уже скоро на дороге, где наши танкисты ждали в засаде, появились первые немецкие танки в количестве 12 штук. Если вы знаете подвиги Коновалова или Колобанова, то примерно понимаете, что произошло дальше. Танкисты найдено первым выстрелом подожгли головной немецкий танк, вторым замыкающий, а потом методично расстреляли всю колонну. Наверное, это единственная рациональная тактика в танковых засадах. После уничтожения переднего и заднего танка, остальные оказываются зажатыми в клеще и, мешаясь друг другу, не могут сразу развернуться в боевой порядок. А когда им это удается сделать, то большая часть колонны уже, как правило, оказывается уничтоженной. Удивительность подвига Григория Найдена заключается в том, что обычно для танковых засад выбирались тяжелые танки КВ или Т-34, с броней, которую не могли пробить немецкие орудия, а танкисты Найдена воевали на легком танке БТ-7. Лобовая броня этих танков пробивалась всеми орудиями вермахта, а боковая броня пробивалась противотанковыми ружьями с 200 метров и даже пулеметом и винтовками, бронебойными пулями с расстояния менее 100 метров. С другой стороны, 45-мм пушка БТ могла нанести танкам противника урон только в боковую броню из близкого расстояния. Лобовая же броня многих немецких танков не пробивалась пушкой БТ даже в упор. Из-за этого легкие танки часто использовались как самоходные орудия, ведущие бой и засад, с использованием естественных укрытий, что увеличивало живучесть танка и позволяло подпустить врага на близкую дистанцию, с которой можно было пробить броню немецких танков. Экипаж танка БТ-7 составлял всего 3 человека. Командир исполнял помимо своих обязанностей еще и должность наводчика. Григорий Николаевич Найдин в этой роли проявил редкостное дарование и высокое мастерство. Ему удалось подбить все 12 немецких танков в уязвимые места, которых было не так и много. Прекрасно понимая, что даже одно немецкое попадание в танк БТ может стать фатальным для экипажа, наши танкисты не имели права на ошибку. Они развили самый высокий темп стрельбы, который только был возможен, и уже через несколько минут с немецкими танками было покончено. Немцы даже не успели обнаружить советский танк и открыть прицельный ответный огонь. В скорости появилась другая немецкая колонна, которая, увидев горящие танки и невозможность их объехать по причине заболоченности местности, развернулась и поехала другой дорогой. Найдин, зная местность, направил свой танк через лес на перерез немецкой колонне, и советские танкисты снова смогли устроить засаду солдатам вермахта. На этот раз они уничтожили 3 немецких танка и 10 противотанковых орудий. Преимущество советского танка БТ-7 было в его скорости. БТ так и переводится, как «быстроходный танк». Он был колесно-гусеничным. На колесах по шоссе он развивал скорость до 70 км в час. Поэтому после боя наши танкисты по дороге устремились догонять свою дивизию. Командир Федор Федорович, узнав о прибытии Найдина, и о его успехах сразу же написал представление его к званию Героя Советского Союза. Умелые действия советского экипажа дали 5-й дивизии сутки времени на организованный отход, пополнение боеприпасов и занятие новых рубежей. 29 танков из этой дивизии было передано 24-й стрелковой дивизии, которая 26 июня контратаковала немецкие войска в районе Ашмян. Основные же силы 5-й танковой дивизии 24 июня приняли бой с превосходящими силами противника в районе Вильнюса и удерживали позиции весь день. К исходу дня, понеся 70% потерь, советские части отступили городу Молодечно. Уже утром 25 июня остатки 5-й танковой дивизии совместно с курсантским батальоном Вильнюсского пехотного училища и 84-м полком войск НКВД по охране железнодорожных сооружений нанесли удар по колонне противника, двигавшейся по дороге в сторону Молодечно. Бой опять продлился до вечера, и к концу дня в дивизии осталось только 3 танка, 12 броневиков и 40 автомашин. 26 июня остатки дивизии были переданы в Борисовскую группу войск, а 16 июля 1941 года лучшая танковая дивизия РКГА по итогам 1940 года была расформирована. СОВЕТСКОГО СОЮЗА Представление герою Советского Союза Григория Николаевича Найдина в суматохе первых дней войны затерялось. В конце 1941 года он был ранен и попал в госпиталь, а после выписки его направили в Челябинское танковое училище. Здесь судьба его снова свела с Федором Федоровичем, бывшим командиром 5-й танковой дивизии. В это время он был уже начальником училища, в которое прибыл Найдин. Когда Федоров узнал, что Найдина так и не представили к званию Героя Советского Союза, то он повторно оформил документы и всячески способствовал восстановлению справедливости. В итоге 3 июля 1944 года уже лейтенанту Найдину Григорию Николаевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания танкового училища Григорий Николаевич воевал в составе 11-й армии Северо-Западного фронта. Получил еще одно ранение, но вновь вернулся в строй. Он прошел всю войну и остался в армии после победы. В 1949 году он окончил военную академию бронетанковых и механизированных войск и ушел в отставку в 1966 году в звании полковника. Жил Герой в городе Бердичи в Житомирской области и умер 10 декабря 1977 года. А танки БТ-7, которые были хорошими в 30-е годы, но устаревшие к 40-м, несмотря на все свои недостатки, нравились танкистам. На них было подготовлено много опытных экипажей, и многие из них, используя свой опыт и возможности машины, все-таки добивались на этих танках больших успехов. Танки БТ-7 принимали участие в битве за Москву и Сталинград и вели бои на Северном Кавказе. На Ленинградском фронте они участвовали в снятии блокады в 1944 году. Последний раз БТ-7 вели бои при разгроме Квантунской армии в августе 1945 года. А заключительным аккордом 10-летней боевой службы этих танков стал победный парад 16 сентября 1945 года в Харбине. Субтитры создавал DimaTorzok